Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании Техмилл и сами я, Артур Эдзиатуллин. Вчера у нас состоялось главное событие недели, это вторые финальные президентские дебаты в США. Прошли они более цивилизованно, чем в первый раз, но их содержание осталось неизменным, это взаимные нападки и подкопы против друг друга. Финансовые рынки склоняются в пользу того, что Байден по итогам дебатов у нас увеличил отрыв и как следствие мы наблюдаем оптимизм в пятницу. У нас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, начинали они сегодня день с минуса. По Европе мы видим довольно бурный рост, во многом из-за того, что в начале недели у нас была серия крупных минусов, но сегодняшний артист, наверное, фиксирует профит, ну плюс еще новостной компонент также сыграл свою позитивную роль. На полноценный рост это, естественно, не похоже, так как на нас у нас выборы и предвыборную волатильность как бы никто не отменял. Нынешняя ситуация с выборами в США, она уникальна тем, что предполагаемый на это эффект от программ обоих кандидатов, он позитивный для фондового рынка и негативный для доллара. Трамп у нас продолжит бороться за низкие налоги позитивные для бизнеса реформы, в то же время Байден у нас сделает акцент на перераспределение доходов, он повысит налоги, обещает повысить налоги для богатых и для крупных корпораций, но это компенсируется тем, что программа демократов, программа Байдена, она включает и более высокие госзаимствования, и более высокие государственные расходы. В 2016 году у нас все было иначе, тогда было трудно предсказать, чем обернутся предвыборные инициативы Трампа, которые были довольно воинственными в плане внешней политики, в плане его курса по отношению к Китаю. Поэтому, несмотря на предвыборные беспокойства, которые у нас сейчас присутствуют на рынке, у нас и этим питается доллар США, основной тренд в долларе у нас остается нисходящий. Волна продаж у нас последовала, начиная с 25 сентября, вот здесь были короткие две коррекции, и на мой взгляд сейчас шарти доллар имеет смысл, но если вы ориентируетесь на средний срок, стоит дождаться большей коррекции, так как у нас предвыборная волатильность, и маловероятно, что доллар у нас такое же беззаботное снижение продолжит вниз, любая волатильность сейчас это откат на фондовом рынке, и учитывая то, что у нас есть достаточно сильная отрицательная корреляция между фондовым рынком и долларом, любая коррекция на фондовом рынке это рост в доллар. Поэтому все-таки я бы ожидал еще одну небольшую коррекцию, заключительную коррекцию на фондовом рынке, и соответственно рост доллара, поэтому если шорт доллара, как раз таки опираясь на содержание предвыборных программ и кандидатов, которые негативны для доллара, то необходимо дождаться более высоких уровней. Я бы рассмотрел при этом трендовую линию, оскок от трендовой линии, которая у нас проходит в зоне 93.50-93.40 получается. Теперь переходим к экономическим данным, собственно у нас немало помогли сегодня настроения на рынке. Вчерашние данные по США это первичные длительные заявки на пособие по безработице, это данные по рынку труда, данные по числу безработных, по их движению, то есть выход из числа безработных и наоборот поступление в этот пул безработных. Все это отслеживается через высокочастотные данные, именно через то, сколько людей подало заявки на пособие по безработице. Собственно на прошлой неделе они у нас показали отличную динамику, оба показателя, как и первичные, так и длительные заявки у нас превзошли прогнозы, снизились они более сильным темпом, чем предполагалось. Собственно длительные заявки у нас упали до 8,3 миллиона, прогноз будет 9,5 миллионов, первичные заявки 787 тысяч, прогноз 860 тысяч. Это очень резкое снижение, в предыдущей неделе гораздо, гораздо меньше темпом они снижались, вот на прошлый год удивительно, впечатляюще действительно. Снижение все это позволяет ожидать очень хороший отчет по рынку труда, по безработице за октябрь, который у нас выйдет в первую пятницу следующего месяца. Также впечатляет у нас активность на вторичном рынке недвижимости в США, который растет приличным темпом. Вот здесь мы можем видеть, как начиная с июня очень высокий темп роста показывал вторичный рынок. Ну конечно же поспособствовал этому эффект низкой базы из-за вот этого снижения, месячные изменения показателей относительно вот этого снижения, конечно же будет показывать высокий рост. Во-вторых, это накопленный спрос за счет того, что здесь не могли люди физически просто заключать сделки, поэтому часть из сделок перекинулась вот сюда, вот этот бурный рост. Третье, это ипотечные ставки, сниженные ипотечные ставки. В США также они поспособствовали рост. Но четвертый, очень интересный и важный тренд, которым я бы привлек ваше внимание, это сдвиг в потребительских привычках от аренды, сдвиг от аренды, от арендования собственно как квартиры, так и автомобиля во пользу обладания собственным имуществом, собственной квартирой и собственного автомобиля. На одном из прошлых обзоров мы обсуждали с вами такую тенденцию, что на рынке поддержанных автомобилей в США также наблюдается бурный рост инфляции, бурный рост продаж также наблюдается. То есть внезапно большее количество покупателей там появилось, люди захотели заиметь свой собственный автомобиль, они, например, пользуются там общественным транспортом. Все это говорит о том, что скорее всего этот сдвиг в потреблении в пользу того, что если потребляют, то только свое, то что ты имеешь, то что ты купил и то, что принадлежит тебе. Он у нас скорее всего будет не временный, он продлится некоторое время, наверное, несколько лет или даже больше. Это вот такой некоторый перманентный, я бы назвал все-таки потребительский сдвиг, и я бы рассматривал его в качестве идеи для выбора компаний для инвестирования. Собственно, те компании, которые заняты в продажах на вторичном рынке, будет ли это рынок вторичной недвижимости, это рынок поддержанных автомобилей, они могут сейчас наблюдать повышенные темпы роста выручки, повышенные продажи, и это, соответственно, будет учитываться рынком. И я бы думаю, что этот импульс, он продолжится некоторое время, потому что все больше и больше людей, они будут осознавать, что они хотят иметь что-то свое. Пока что им доходы не позволяют, собственно, покупать новое дорогое, поэтому они перемещают, переключают свой фокус на БУ, на вторичные рынки. Собственно, поэтому мы видим вот этот рост продаж. Естественно, это учитывается в акциях тех компаний, которые работают, собственно, на этих рынках поддержанных автомобилей, либо рынках вторичной недвижимости. Далее, сегодня у нас появились данные по индексам производственной активности в еврозоне, по Германии и Франции. Две основные экономики у нас еврозоны. Две сходные тенденции – это продолжающийся рост промышленности и падение сферы услуг. Сфера услуг старает от локдаунов. Промышленность у нас по инерции продолжает расти. Это очень позитивно для еврозоны, а в целом для глобальной экономики, потому что еврозона ориентирована на экспорт. Если растет активность в производственном секторе, растет и внешний спрос получается. Но, тем не менее, у нас сейчас на рынке еврозоны есть некоторые перестановки на долговом рынке, которые указывают на то, что в декабре у нас будет обсуждаться ЕЦБ, новое количественное смягчение. Естественно, это не позволяет просто взять и, например, покупать евро-доллар, потому что начинает формироваться ожидание, что ЕЦБ может заговорить о новом количественном смягчении. Поэтому, несмотря на уверенное снижение доллара, которое мы сегодня с вами обсуждали, не получается просто так вставать в длинные позиции по евро-доллару, потому что у нас есть в декабре ожидание количественного смягчения. С основным следить за тем, как развиваются вот эти ожидания. По Великобритании сегодня у нас были розничные продажи. Значит, ключевой компонент у нас потребления. И растут у нас розничные продажи пятый месяц подряд. Сейчас номинальное выражение розничной продажи у нас на 5,5% выше, чем докризисный уровень, то есть тот, что был до пандемии. Впечатляющая устойчивость потребительских расходов в Англии. Все это говорит о том, что экономика у нас в целом в Великобритании, которая также у нас основана на потреблении, она держится довольно-таки хорошо. Это создает позитивный тренд для фунта. Сейчас мы видим, что часть страхов по беспорядочному Brexit у нас ушла. Собственно, вот здесь у нас был рост по фунту. Я думаю, что этот рост продолжится благодаря хорошему фундаменталу по розничным продажам за сентябрь, который мы сегодня получили. Но я бы дождался уровня 1,30, как некоторые платформы, с которой у нас фундор продолжит рост. Ну а так, чисто байзис, конечно. Вот. Это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, вы можете их оставить под видео. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. На этом же я совершаю свой обзор. Всего доброго. Торгуйте в проект. Субтитры сделал DimaTorzok